Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево, Черкесии Приняты дополнительные меры поддержки военнослужащих, призванных в рамках реализации указа президента страны о частичной мобилизации. Первые призывники уже направлены в воинскую часть для прохождения военной службы. Принятые на уровне регионального правительства дополнительные меры предусматривают единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести и миллиона рублей в случае гибели военнослужащего. Кроме того, все призывники будут обеспечены всеми мерами поддержки, предусмотренными на федеральном уровне. На базе отделений Народного фронта во всех регионах страны развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента России о частичной мобилизации, а также по проблемам организации бытомобилизованных. Подробности сообщил и член регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии Денис Труговцов. Уважаемые жители Карачаева-Черкесии! На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации бытомобилизованных. Мы принимаем обращение по адресу город Черкесск, проспект Ленина 34, офис 39А, WhatsApp 8 928 027 4122, а также социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. А также социальные сети Народного фронта в Карачаево-Черкесской республике, ВКонтакте и Одноклассники. И в заключении хочу сказать, что мобилизация – это закон и требования сегодняшнего дня. Но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы. Карачаево-Черкесия заняла седьмое место в ICG-рейтинге, составленном Россельхозбанком, сообщается на сайте финансовой организации. При составлении рейтинга оценивалось текущее состояние агросектора и его соответствие стандартам устойчивого развития. В частности, учитывались экологические, социальные и корпоративные показатели регионов. Самые высокие оценки Карачаево-Черкесия получила в экологической части рейтинга. Высокие баллы эксперты поставили из развития в области государственного управления ВПК, а также в сфере социального развития агропромышленного комплекса. Первое место в рейтинге заняла Адыгея. В топ-10 также попали Калининградская и Тульская области, Санкт-Петербург, Пермский край, Москва, Карачаево-Черкесия и Татарстан. Замыкает первую десятку рейтинга Самарская область. Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля следующего года. В результате он составит 589,5 тысяч рублей на первого ребенка и 779 тысяч на второго. Депутаты 6-го созыва городской думы Черкеска провели первое после выборов заседания народных избранников. Поздравил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. На заседании было рассмотрено 5 вопросов. Одни из основных – избрание заместителя председателя представительного органа и назначение срока выборов главы муниципального образования Черкеска председателя гордумы. Большинством голосов заместителем председателя был избран директор Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи Анзор Охтов. Избрание главы Черкеска председателя городской думы назначили на 28 сентября. Благодарю вам за оказанное доверие. От лица граждан Черкесского городского округа выражаю надежду на плодотворную работу депутатского корпуса во благо и процветание столицы нашей республики. Прошу депутатов приложить все усилия в данном направлении. Интерес к покупке нашего курорта Архиз проявили три компании – Красная Поляна, Синара и Акционерная финансовая корпорация «Система». По словам генерального директора компании «Кавказа РФ» Хасана Тимижева, ожидается, что уже в третьей декаде октября будет объявлен конкурс по выбору инвестора. Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетникова сообщил, что определение якорного инвестора, который займется дальнейшим развитием курорта Архиз, планируется завершить до конца текущего года. Напомним, курорт – стартовая площадка северокавказского туристического кластера, флагманский курорт акционерного общества «Кавказа РФ». Он был построен за два с половиной года и ориентирован на активный семейный отдых. Сейчас на курорте 27 километров трасс на территории особой экономической зоны зарегистрировано 36 резидентов. Объем заявленных частных инвестиций составляет 13,5 миллиардов рублей. Лучшие специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева провели прием в Карачао-Чукесском перинатальном центре и Республиканской детской многопрофильной больнице. Всего медики обследовали более 330 пациентов. Врач Рена Гасанова в частности обследовала около 100 беременных жительниц республики, которые попали в группу риска по тем или иным причинам. И у их малышей могут диагностировать порог сердца. Отметим, что сотрудничество столичных специалистов с региональными медицинскими учреждениями проходит на постоянной основе. В ходе выездных консультаций пациенты не только проходят осмотр высококлассных специалистов, но и получают возможность обратиться за высокотехнологичной медицинской помощью в ведущий федеральный кардиохирургический центр. Все консультации со специалистами Бакулевского центра проводятся бесплатно. В Карачаево-Черкесию поступило медицинское оборудование для лечения и реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В следующие месяцы в регион еще поступит два аппарата для стимуляции головного мозга. Специалисты Республиканской клинической больницы уже прошли обучение для работы на новом высокотехнологичном оборудовании. Кроме специализированной техники для реабилитации постковидных больных, поступили и аппараты ИВЛ, и специальные функциональные трехсекционные кровати. Напомним, в Карачаево-Черкесии после прохождения диспансеризации впервые выявлены более 8 тысяч хронических неинфекционных заболеваний, 41% из которых составляют заболевания сердечно-сосудистой системы. Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что вирус SARS-CoV-2 может инфицировать жировую ткань человека. Исследователи получили образцы жировой ткани у 22 человек, перенесших бариатрические и кардиохирургические операции. В лаборатории на образцы воздействовали раствором, содержащим вирус коронавирусной инфекции. Оказалось, что он может эффективно инфицировать жировые клетки, размножаться в них, а затем распространяться по другим тканям. Жировая ткань содержит не только жировые клетки, но и широкий спектр иммунных клеток. Авторы показали, что заражение коронавирусом активирует их, вызывая сильное воспаление. Оно затем может передаться в соседние клетки, постепенно нарушив работу всего организма. Это может объяснить, почему люди с ожирением в 10 раз чаще умирают от COVID-19, ведь чем больше жира, тем больше воспаления. Ученые обнаружили SARS-CoV-2 и в жировой ткани вокруг сердца у пациентов, умерших из-за коронавируса. Туристический потенциал регионов Северокавказского федерального округа презентовали 40 крупнейшим туристским компаниям Объединенных Арабских Эмиратов, Королевств Бахрейн и Саудовской Аравии. На полях международные конференции, организованные в рамках глобального турпроекта «Кавказ-гран-туризму». Богатый туристско-рекреационный потенциал Карача-Черкесии в Грозном, ставшим на период проведения конференции площадкой по продвижению турпроекта Северокавказского федерального округа за рубежом, представила Министерство туризма и курортов республики. Деловая часть конференции продолжилась воркшоп, где поставщики туруслуг стран Персидского залива и представители ведомств субъектов округа провели двусторонние встречи в целях определения пути активного сотрудничества. В 2023 году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Их задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных детях. Много людей выпадает из этого процесса. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно. Приехал в офис, посидел, поработал, добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим в долгую сыграть и открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. 29 и 30 сентября в Государственной филармонии состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Баталпашинские чтения-2022». О предстоящем мероприятии расскажет священник Никольского собора Черкеска, отец Александр Гурин. В этом году чтения посвящены следующим юбилеям. Это 100-летие Карачао-Черкесской республики, 100-летие подвига новомучеников и исповедника Церкви Русской при изятии церковных ценностей, 190-летие образования Кавказского линейного войска и 130-летие образования 6-го Пластунского батальона. В связи с этим в конференции примут участие ведущие специалисты из разных городов России – Ставрополя, Краснодара, Пятигорска, Волгограда, Оренбурга, Ростова-на-Дону и других городов. Мероприятие будет проходить с раннего утра 29 числа. Открытие пленарного заседания состоится в здании филармонии. С 9 до 10 утра будет регистрация. Затем будут выступления и пленарные доклады. И продолжат работа с секцией. Секция будет расположена в нескольких учебных заведениях и в церкви. Шестая школа у нас примет казачью направленность. Одиннадцатая школа будет принимать гостей, где будут выступать специалисты по теме 100-летия Карачаева Черкесской Республики. А Никольский собор города Черкеска примет гостей, которые расскажут, выступят с докладами, посвященные истории церкви. 30 числа ученые, которые впервые побывают в Карачаево-Черкесии, осмотрят достопримечательности нашей республики. Также будет организована экскурсия по городу Черкесску. Ну и последняя информация. Ветераны футбольного клуба «Нарт» вернулись серебром с турнира среди ветеранов, проходившего в курортном поселке Дагомыс Краснодарского края. Наша команда выиграла 4 игры. Противниками сборной Карачаево-Черкесии стали команды Ленинградской области, Чечни, Мордовии, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. И только с представителями Чечни наши футболисты сыграли в ничью со счетом 1-1. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. В Черкесске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Эри Тонерова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаева-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства – телефон для справок 8-878-2-26-36-32. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия. До новых встреч!